Здравствуйте! Вы смотрите сейчас в регионе в студии Вадим Федосеев. В Архангельской области к Международному дню социального бизнеса, который отмечается 28 июня, приурочена целая декада. Вся программа ее направлена на популяризацию социально ориентированного предпринимательства. Но что скрывается за этим видом деятельности, Алексей Карельский раскроет на конкретном примере. Еще пару лет назад в этом помещении была питейная забегаловка. Сегодня сюда забегают сугубо в спортивных интересах. Теннисный клуб ТОПС открыл свои двери в декабре 2015-го. Алексей Шарыпов стучит здесь ракеткой уже год. Изначально планировал в другом месте заниматься. Не взяли, по возрасту не подошел. Здесь можно в любом возрасте приходить и играть, то есть обучаться играть. Например, вот ребята, которые сейчас занимаются год только, уже очень хорошие результаты, занимали призовые места. Алексей из многодетной семьи. За тренировки платит меньше, чем другие. Хотя куда уже меньше. Создатели теннисного клуба, в числе которых и предприниматель Клим Палкин, сразу заявили – клуб социально ориентированный. У нас много инвалидов, много пенсионеров, много детей из многодетных семей, из малообеспеченных семей. Здесь они у нас посещают, здесь на бесплатной основе клуб. Есть по льготным стоимостям. В первую очередь здесь мы преследовали доступность, чтобы было спорта. Помимо этого, мы начали заниматься совместной деятельностью с детско-воспитательной колонной. Там создали секцию на спорную теннис. Зачем и почему – такой вопрос не стоит. Клим Палкин со товарищей несколько лет назад организовал благотворительный фонд «Поморье без наркотиков». Его активисты помогают трудным подросткам, семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, занимаются профилактикой наркомании и алкоголизма. Теннисный клуб – весомый вклад в пропаганду здорового образа жизни. Коммерческую составляющую, конечно, никто не отменял, но выручка тоже идет на благое дело. Например, на создание из-за студии «Лайм». Открылась она этой весной. Здесь у нас занимаются малыши, а в той группе рисуем мы. Студия частная, а стало быть и занятия в ней платные, но опять же социальной составляющей – льготами. Реане Сдобниковой абонемент обошелся дешевле, чем другим. Она из многодетной семьи. Чему тебя здесь учат, что ты уже, может быть, освоила? Живопись, пейзажи, техника, например, рисовать пастелью, чернилами. В студии есть и развивающие занятия для ребят младшего возраста, и кружок скраббукинга. А в планах у ее создателей превратить «Лайм» в полноценную художественную школу и выдавать эти статы государственного образца. Алексей Карельский, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Восстановлением Плесецкой районной библиотеки занимается, похоже, вся область. Тема находится под личным контролем губернатора. Напомним, здание книгохранилища сгорело в мае. В результате пожара огнем был уничтожен весь библиотечный фонд. Ущерб составил 3 миллиона рублей. Сейчас персонал библиотеки переселен во временное помещение. На сегодняшний день собрано около 7 тысяч экземпляров различных изданий. Но говорить о полном возобновлении работы библиотеки пока рано. Книжному комплексу необходимо новое здание. Пока выбрано только предварительное помещение. Его необходимо привести в порядок. По словам губернатора области Игоря Орлова, все имущественные вопросы, связанные с восстановлением библиотеки, необходимо решить до конца этого года. За год до Большого юбилея Холмогоры отметили 879-й день рождения. На земле Ломоносова в праздник побывала и съемочная группа программы «Сейчас в регионе». В последние годы Холмогоры сильно преобразились. Благоустраивается набережная. Возводятся дома в рамках программы расселения аварийного жилья. Раньше срока сдано уже 9 новостроек. Появляются в селе новые зоны отдыха. Активно развивается малый бизнес, пополняя бюджет района. Мы отремонтировали спортивный зал Холмогорской школы, устроили новое мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Мы заложили три аллеи в честь великих людей – Ломоносовскую, Петровскую и памяти архиепископа Афанасия. Но у нас еще много добрых дел предстоит впереди. День села в этом году посвятили 80-летию Архангельской области. В большой концертной программе были задействованы самодеятельные артисты из Холмогор, Емецка, Луковецкого, Сельцак, Копачева. А это спортивный праздник веселой старта. И в эстафете участвуют работники администрации района, школьники и студенты. Весело, даже если солнышко, смотрите, выглядывать стало. Ведь дождь вчера целый день был. Землякам своим хочу пожелать счастья, здоровья, чтобы было хорошее у всех настроение, ну и сплоченность, мы же земляки Ломоносова. На выставке народных мастеров уникальные изделия умельцев, сохраняющих традиции северного народного творчества. А чтобы гости праздника не замерзли, организаторы согревали всех горячим чаем с пирогами. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение, Холмогорский район. Быть в курсе угроз, которые могут ожидать на отдыхе, за границей и как их избежать, поможет горячая линия регионального Роспотребнадзора. Колл-центр ведомства по вопросам безопасности уже начал работу по телефону, который указан на экране, можно узнать об инфекционных заболеваниях, которые предостерегают в той или иной стране, также получить рекомендации по питанию, купанию, питьевому режиму в условиях жаркой погоды, что нужно делать при задержке авиарейса. Горячая линия работает каждый будний день с 26 июня по 10 июля включительно. На несколько минут улица Чумбарова-Лучинского превратилась в Псковский проспект. Обернуть время вспять смогли сотрудники музея «Малые Карелы». За персонажами из прошлого наблюдала Ирина Ившина. Празднично гуляющие прохожие удивленно оборачиваются, словно пытаются понять, кто тут перепутал столетия. В полдень, в день города, ныне Чумбаровка, а в прошлом Псковский проспект заполонили десятки людей из прошлого. Лоренц Ирина Георгиевна. Приехала из города Ревеля. Ищу своих родственников. Живут они на Псковском проспекте. Так вот, не могу никак найти. Лоренц Александр Христианович с супругой Марии Эдуардовны. Не знаете таких? Как это не знаю? Они такие уважаемые люди в Архангельске. Александр Христианович – начальник телеграфной станции. Случайные зрители в спешке доставали телефоны, где еще такое увидишь. На несколько минут городской проспект как будто отмотал назад целое столетие. Снимайте, свежие новости, хорошие новости! Сначала надо обязательно протереть тряпочкой, ну вот, что от пыли. Это потом. Ну, вот обязательно со всех сторон. Потом вот обязательно ваксы почистите. Мы хотим показать образ города в те времена, в конце 19-го, начало 20-го века. Мы хотим, чтобы горожане чтили, хранили память о прошлом, чтобы знали культуру прошлого. Вот идет чета Куницыных. Имя молодой супруги Марии Тимофеевны сегодня носит музейный комплекс Малых Карел, усадьба Куницыной. Десять лет назад она распахнула двери для посетителей. В честь этого события в исторические костюмы оделись сотрудники музея, их дети, актеры драмтеатра и обычный архангелогородцы. Всего больше 40 человек. Кстати, модницы современные нарядами столетней выдержки очень вдохновились. Если говорить о таком платье, о таком красивом волшебном платье, то, конечно, оно обязывает к тому, чтобы как-то сделаться более статной, иметь красивую осанку. Вызывает такой восторг, знаете, так вот аккуратно выглядит. И, знаете, даже естественно такое чувство, что вы так в историю с тобой захотелось. Впрочем, окунуться в прошлое можно в любой день и без праздничного повода. Музей-усадьба Куницыной открыт для гостей ежедневно по будням. Ирина Юшина, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. На набережной Северной Двины в Архангельске появилась новая зеленая зона. К ее созданию приложили руку участники 7-го съезда Союза городов воинской славы, который впервые прошел в столице Поморья. Каждому городу предназначалось свое дерево. Расположили саженцы в алфавитном порядке. Первым к посадке приступил глава столицы Поморья Игорь Годзиш. Он же стал и автором инициативы украшения набережной. Коллеги поддержали. Оперативно подключился и Северный Арктический Федеральный Университет. Предоставил саженцы и собственного питомника. Исполком, дирекция Союза городов поддержала единогласно эту идею и мы стали искать место. Место мы искали очень оперативно, потому что времени мало оставалось. Несколько мест было на выбор, но тем не менее мы посмотрели, что это самое оптимальное место. Здесь прогуливаются горожане, здесь рябины тополя и акации. И как раз видите интервал расстояния, которое как раз как будто напрашивается сама аллея. В скором времени рядом с аллеей установят специальный штендер «Аллея городов воинской славы». Итоги дня подведем в 19.30 на канале ТВ-Центр. Не прощаюсь.